Самая главная тема – задолженность по заработной плате. На вопросы «почему? Сколько?» и «когда?» заплатят, отвечали представители нескольких карельских предприятий. Один из них – из Питкиранты, директор компании «Экология плюс». Причем в прокуратуре узнали о ситуации мониторя соцсети. Задолженность перед сотрудниками в «Экологии» составляет около 900 тысяч рублей. Надзорное ведомство отреагировало мгновенно. На коллегии по видеоконференц-связи по итогу общения руководителю было вынесено предостережение. Руководство уже частично погасило задолженность, пообещало полностью расплатиться с сотрудниками до конца года. То же самое на коллегии обещали большинство вызванных к диалогу представителей компаний-должников. Это и лечебно-оздоровительный центр «Марциальные воды», и петрозаводская обланочная типография, и даже многострадальный губ-мост. Перед собравшимися словом держал и замдиректора совхоза Толуиский. С апреля 2022 года ООО «Медвежгорский молокозавод» стал сокращать оплату за молоко, а с августа месяца и вовсе перестал платить. Постоянные переговоры и уведомления по ограничению поставок молока не смогли улучшить вопрос по оплатам. В текущее время заводам расторгнут договор на поставку молока в связи за неуплату. Однако предприятию удалось заключить новые договоры с Вологодской и Новгородской областями. Задолженность по зарплате ликвидирована. Сейчас, заверил замдиректор, долгов перед сотрудниками нет. Большинство предприятий-должников стали заложниками трудной экономической ситуации. Например, отсутствие заказов, как в типографии, или сбыта, как в совхозе. Страдают и сотрудники, и казна региона недосчитывается доходов. Тем не менее, в целом ситуация в регионе значительно улучшается. У нас задолженность по заработной плате снижается, и она значительно у нас снизилась. И по сравнению с началом года она снизилась больше, чем на 20 миллионов, а если брать аналогичный период прошлого года, то она снизилась почти на 60 миллионов рублей. И по данным статистики у нас сегодня всего три предприятия имеют задолженность по заработной плате. И в основном задолженность сохраняется в предприятиях, которые объявлены банкротами. Все на контроле, на карандаше, как говорится. И цель сегодняшнего мероприятия не только, как сегодня очень эмоционально выступал представитель юрлица, кто-то хочет его запугать. Нет, вовсе нет. Мы предупреждаем, что не доводите до применения мер реагирования прокурорских, заплатите зарплату людям. Тем более скоро Новый год, прекрасный праздник. Давайте не будем создавать трудности себе. Только с хорошей положительной эмоцией, чтобы мы встречали этот замечательный праздник. Подобные коллеги – это не публичная порка, заверили в прокуратуре. Цель диалога – выяснить причины долгов, дать советы, привлечь к помощи соответствующие ведомства. И если это не поможет, прокурорские санкции не заставят себя ждать.